Polaris, более известный как новый долгожданный Ведьмак 4, пока еще без официального названия, даты релиза и неизвестного нам концепта, уже какое-то время находится в разработке. Или не находится, непонятно. Его статус пока под вопросом, учитывая, что в своих показаниях немного путаются даже сами разработчики. Например, бывший глава CD Projekt еще в первых числах января говорил, что все на мази, людей достаточно и игра в работе зуб даю. Тогда как один из нынешних глав недавно удивил фанатов комментарием, что полноценная разработка Ведьмака стартует ближе к концу 2024 года, и то может быть. Не буду устраивать истерики на пустом месте, отменять предзаказ и искренне верю, что скорее всего разработчики просто взяли немного дополнительного времени для предподготовки. Так сказать, решили немного поработать с репетиторами, чтобы четко понимать, что они хотят сделать в своих мечтах, чтобы потом показать это в трейлерах, что у них получится сделать в реальности для инвесторов, и какую игру в итоге получат сами игроки. Без сарказма, в свое время именно такой подход, остановиться и немного подумать, подарил нам первого Ведьмака в том виде, в котором мы его знаем, с Геральтом и продолжением сюжетной истории из книг, а не совершенно нового героя и новую историю, концепт которой разрабатывался изначально. Однако интересно то, что вырезанный по сути контент из первого Ведьмака, хотя он скорее не состоявшийся, прямо как я, в немного переработанном виде добирается прямиком до новой саги, где нас ждет как раз совершенно новый герой и совершенно новая история. Как говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Вот я и подумал, а ведь из третьего Ведьмака тоже вырезали уйму интересных моментов, геймплейных особенностей, разных боевых фич и сюжетных аспектов. Так почему бы не пройтись по ним, не вспомнить, что вырезали из третьего Ведьмака и что из этого может лечь в основу новой части? Уверен, что это будет интересно. Ведь мое имя Вуисаребус, это просто канал об играх, но для начала немного полезной информации. Хайп вокруг нового Ведьмака начинает набирать обороты, но и третий забывать не стоит. Так что к праздникам я решил порадовать себя крутейшей толстовкой на молнии с лютейшим принтом с сайта Всемайки. Чёрно-белая с круговым стилизованным принтом с элементами дизайна из Ведьмака. Всеми пятью ведьмачьими знаками с одной стороны и когтистой рваной раной в форме тройки с другой. Качество отличное, толстовка очень удобная и станет лучшим подарком хоть себе любимому, хоть подруге. Кстати да, скоро же 8 марта. Решил заодно подобрать сестрёнке на подарок на Всемайки ещё хлопковую футболку в прекрасно пыльно-розовом цвете и милым котиком на принте. Не помню уже откуда он, но такой дизайн точно поднимет настроение. И ещё мой глаз зацепился за кружку с принтом, в общем вы сами всё видите. Сразу вспомнился мем, которым она меня когда-то задалбывала, так что не мог пройти мимо. В общем на Всемайки множество товаров с разными принтами к 8 марта. Кроме тематических и праздничных принтов, тут более 150 тысяч принтов разных тематик. Кино, анимы, сериалы, музыка, игры, мемы и так далее. Очень легко найти то, что подойдёт любому из ваших близких. А если хотите вложить в подарок особый смысл, сделайте принт самостоятельно, в удобном конструкторе. Чтобы заказывать подарки было выгодно, сканируйте QR-код на экране. Или используйте ссылку в описании, чтобы попасть на сайт Всемайки. И используйте мой промокод EVOICE224 на скидку в 10%, который суммируется со всеми акциями на сайте. Не упустите возможность побаловать себя и подарить крутейший подарок. Кажется, самое время рассказать вам одну историю. Привет, ковбой! Вроде я успел выпустить ролик до 23 февраля. Успел же? А не важно. Всё равно уже всех поздравил с праздниками в прошлом ролике. Да и в этом тоже поздравляю. Могу хоть в каждом ролике поздравлять, ведь ещё один прожитый день это сейчас прям достижение. А там и весна скоро, цветочки, птички будут петь. На меня что-то не туда понесло. В общем, если интересен Ведьмак и другие игры, да, они тоже бывают. Подписывайся на канал и на телеграмчик, там всякое интересное. А теперь к теме роликам. Погнали! Итак, разработчики CD Projekt Red сделали самую страшную вещь, которую только могли сделать. Они буквально покусились на самое святое и порезали. Все откровенные романтические сексуальные сцены со всеми сюжетными и околосюжетными героинями. Примерно раза в два. То есть первоначально эротические сценки были гораздо разнообразнее и продолжительнее. Однако на финальном отсмотре это видимо показалось чересчур. Может быть даже кто-то из глав перевозбудился. И в итоге мы видим то, что имеем. В прямом и переносном смысле. Конечно, Ведьмак не порнушная игра. И сцены секса в ней стараются отражать эмоции и состояние персонажей. Передают близость, накал страстей и довольно важны для сюжета. А не потрахулечки ради потрахулечек. Но сейчас очевидно ясно то, что если разработчики осознанно укоротили сексуальные сцены в третьем. То скорее всего ни новый Ведьмак, ни ремейк первого не будут блистать оголенными череслами Ведьмаков. И прекрасными телами чародеек больше необходимого. Увы, еще раз увы. Но теперь о моменте поважнее. Ведь третий Ведьмак сильно обрезан. Вышел он уже скоро как 10 лет назад. Релиз несколько раз переносили, да и на старте был не фонтан. Баги, недоработки и что интереснее для нас, много открученного, даже банального контента. Не было сундуков для вещей и броневолка. Некоторых полноценно готовых квестов и забагованных диалогов. Часть из которых со временем вернули. А еще несколько очень больших и важных кусков контента. Которых в третий Ведьмак уже никогда не вернут. Например, Навиград в своем истинном виде. Всем известный вольный город-государство изначально должен был быть поистине огромным и величественным. Буквально немыслим, а большим. Что-то вроде Найт-Сити, но только как часть всех северных территорий. Под него даже выделили отдельную зону на карте при телепортации. Ведь весь город и должен был изначально стать отдельной закрытой территорией. В книгах Навиград описывается буквально как столица мира. С десятками тысяч жителей и своей экономикой вольного портового города. Что и делает его такой важной и внушительной частью мира. Которую как раз таки многие короли и хотели подмять под себя. Просто представьте. Тысячи горожан. Квадратные километры улиц, домов и подворотен. Представили? Вот и разработчики представили. И даже отчасти реализовали. Но столкнулись с проблемой его заполнения. Такую огромную территорию разработчики или просто не успевали. А может даже и физически не могли заполнить контентом. И так как выпускать пустой, но огромный город с однотипными заданиями не хотелось. Было принято решение его сильно уменьшить. Как и иной связанный с ним контент. Ведь вслед за территориальным уменьшением города. Так скажем обрезанию. Подверглись и многие связанные с ним элементы. Например культ вечного огня. Раскрытие охоты за нелюдями. И конкретно иерарх вечного огня. А также был полностью изменен финал оригинальной истории. В рамках которого дикая охота должна была напасть именно на Новиград. Представьте наполовину замороженный город. Масштабную морскую битву с участием армии Нильфгарда, Редани и Скеллиге. Активизировавшийся культ вечного огня. Который начал откровенный геноцид нелюдей. Ведь это именно они наверняка во всем виноваты. И в итоге Геральту пришлось бы прорваться к Эридину. Через войска регулярных армий, фанатиков и воинов дикой охоты. Звучит очень даже эпично. Не правда ли? Уж не знаю как бы разработчикам удалось реализовать такой эпик. Если бы они следовали своему первоначальному плану. Но кажется что это было бы явно зрелищнее и точно эпичнее. Чем пусть и вынужденная, но хитрожопая засада на Скеллиге. В любом случае. Сейчас технологии ушли далеко вперед. Новый движок открывает новые возможности. Да и благодаря Кибербанку разработчики поднабрались опыта работы с огромным городом. А это значит то, что вполне возможно, что в новой Ведьмаке у CD Projekt Red получится полноценно реализовать настоящий, огромнейший живой город. И не просто как декорацию, а использовать его на полную, раскрывая благодаря ему и персонажей, и историю всего мира. Что еще? Помните скачки на лошадях? Летишь как ветер на плотве, выигрываешь, получаешь снаряжение, что позволяет скакать дольше, дальше, проще и перевозить еще больше хлама. Вот то же самое должно было быть и с лодками. Не скачки, увы, но заплывы. То есть лодка была бы полноценным геймплейным элементом. Ее можно было бы улучшать, прокачивать, видоизменять, увеличивать характеристики, перевозить на ней плотву и даже участвовать в гонках. Но в итоге от идей отказались. Лодки на этапе разработки лагали и вели себя словно школьница на вписке. Вот и думаю теперь, что я этим хотел сказать. Протекала или может быть буянила? Неважно, ведь даже концепция прокачиваемых лодок показалась слишком неуместной и лишь перегружала геймплей. Так что в третьем ведьмаке только плотва научилась скакать по домам. А вот уже в четвертом, вполне возможно, разработчики вернутся к идее с лодками и заодно прокачают ее. Ведь если брать тот же скейлиги, где действительно есть где развернуться, более внушительное плавсредство имело бы смысл. Кстати, вы знали, что все эти ужасные мученические вопросики на карте с пиратской контрабандой добавили в игру в последний момент? Изначально на территории скейлиги было гораздо меньше свободного водного пространства, которое должно было быть занято еще двумя большими островами и множеством маленьких. Однако до релиза их убрали, скорее всего от того, что не смогли полноценно вписать их в повествование. И из-за этого, именно из-за этого в море появилось слишком много пустого пространства, которое срочные в спешке просто закидали бочками. Вышло не очень интересно, о чем и не раз говорили сами разработчики. Но, как я и сказал выше, море может быть очень интересным игровым элементом, если дать игрокам в нем некоторые геймплейные возможности. Не только замена лодочки на полноценный дракар, например, но и возможность участвовать в масштабных сражениях, устраивать набеги с кланами и грабежи, или просто гонки. Конечно, в рамках третьего Ведьмака и внутреннего кодекса Геральта такие занятия не очень в тему, но для новой игры, новой истории и нового Ведьмака это хороший потенциал. Тем более, что все любят игры с нормальным морским контентом. Точно так же, как и огромный потенциал лежит в основе боевой системы Ведьмака и самой сути Ведьмаков, которые не просто воины, а настоящие умелые истребители-чудовищ. Так что неудивительно, что при разработке планировалось, что Геральт при прочтении трактата о каком-либо монстре мог получить не только постоянный бонус к урону по нему, но и некоторые особые финты. Ведь живой Ведьмак это умный Ведьмак. И это дополняется тем, что в изначальных идеях боевой системы Геральт при использовании Ведьмачьего чутья мог замедлить время и нанести урон по конкретной части тела противника. Тем самым, как раз таки накладывая различные эффекты, дебафы или лишая монстра возможности использовать те или иные способности. Впрочем, в итоге от такого формата отказались, так как он слишком замедлял поединки. Но согласитесь, сама по себе концептуальная идея нанесения критических повреждений по конкретным частям тела с последующими дебафами, это прям очень в духе Ведьмаков. Не знаю, как её можно реализовать иным образом, но очень надеюсь, что разработчики не забросят эту идею. Тем более, что новый Ведьмак наверняка порадует нас множеством новых монстров, коих во вселенной Ведьмака огромное множество. К тому же, часть монстров даже вырезали из финальной версии игры. Например, всем известные мантикоры, которые должны были обитать в горах возле Каэр Морхена. Или глумец, ящероподобный монстр, который должен был иметь несколько голов, подобно древнегреческой гидре и мог при этом поливаться ядом. Или моя любимая муля, высший вампир, который зазывал бы обывателей своим милым голоском скрывать в тумане. Да много их. Опасные воинственные аналоги доплеров, что живут в воде, древесные или лесные тролли, большие накеры и ещё большие разумные гиганты. Но в 2014 году, после переноса релиза игры, отчасти монстров в итоге отказались. В этом плане новый Ведьмак находится в выигрышной позиции. Во-первых, наработки прошлых игр и ещё не до конца отработанный бестиарий книг. Во-вторых, Гвинт, который долгие годы активно прорабатывал бестиарий самых разных тварей. Включая тех, что лишь упоминаются в книгах буквально одним словом. Описывая их особенности, способности, детализируя внешний вид и поведение. Бери любого и буквально реализуй в новом Ведьмаке. Но если в общем смотреть на всю ситуацию, то Третий Ведьмак, как минимум в планах, был во многом другой игрой. Чуть более глубокой или чуть более широкой. Немного иной по атмосфере и возможностям. Не обязательно лучше. Мы этого никогда не узнаем, но явно немножко другой. Я думаю, это уже понятно из тех вырезанных моментов, что я рассказал в этом ролике. Но ведь были и другие. Я рассказал далеко не про все. Например, очень сильные корректировки или вовсе удалению подверглось множество персонажей. Так, например, на Скеллиге мы должны были встречать лжецерилу. Роль девушки Авалакха сильно сократили, буквально до эпизодической. Хотя именно она изначально должна была помогать нам его расколдовывать. С Иридином тоже поступили не очень хорошо и слили вообще всю его историю раскрытия как персонажа. Мы должны были узнать предысторию, понять мотивацию, раскрыть нюансы и тайны его гениального плана. Например, Геральт должен был провести специальный ритуал и узнать, почему Иридин отравил короля эльфов и занял его трон. Также мы должны были прикинуться одним из воинов Дикой Охоты и побывать в их лагерях. Но времени на реализацию всего этого не хватало и разработчики решили лучше проработать сюжетную линию Цири. И конечно же все помнят про Йорвида и Саскию, которые в третьем бесследно исчезли. Хотя изначально им была отведена довольно значительная роль вместе с Роше в дополнительной истории про чуму Катриону. Суть её должна была быть в том, что Йорвид попытается найти лекарство от новой вспышки чумы, которая охватила Велин, Новиград и большую часть юга северных королевств, включая Махакам. Кстати, всё начиналось именно в Дьяволовой Яме, и Геральту пришлось бы сформировать непростой союз между Йорвидом, Роше, Бьянкой и Талером, чтобы получить лекарство от нельфгардского учёного-отступника. Но опять-таки, увы, квест как и Йорвида вырезали. Там были сложности не только со временем реализации и каноном, ведь нелюди особо не подвержены Катрионе, но и слишком объёмным получался этот необязательный квест, чтобы тратить на него столько ресурсов. В итоге Йорвида вырезали насовсем, хотя именно он мог помогать вместе с Саски и найти Трис, охотиться за младшим, общаться с королями преступного мира и даже защищать Каэр Морхен. Впрочем, может эти знаковые персонажи ещё появятся во вселенной Ведьмака. Тем более, что даже сами разработчики намекнули нам на то, что в новой саге вполне может появиться Геральт, а вместе с ним и другие персонажи. Лично я был бы рад встретить не только небольшое упоминание камео или пасхалочки, но и полноценные сюжетные линии с ними. Но пока ещё новый Ведьмак Тёмная Лошадка, от которой можно ждать чего угодно, в том числе того, что не реализовали в третьем Ведьмаке. Я, кстати, рассказал не про весь контент, который не успели реализовать. Если интересно, скажите об этом в комментариях, и я сделаю вторую часть этого ролика. Ну а пока, анонсы новых роликов и стримов, обсуждения новостей и многое другое в моём телеграм-канале подписывайтесь. Там же в описании есть ссылки на бусте или на прямой донат, кто хочет поддержать выход роликов рублём. Всегда очень приятно. И, конечно же, прошу перейти по первой ссылке в описании или закреплённом комментарии. Меня это сильно поддерживает, спасибо вам большое. А на этом всё. С вами был Эвой Саребус, и увидимся в следующем ролике.